Здравствуйте! В студии Купола Катерина Ткаченко. И мы продолжаем разговаривать в нашей студии с самыми интересными людьми этого форума. Я представляю вам своего гостя, которого в представлении не особенно нуждается. Это глава администрации Нижнего Новгорода Олег Александрович Кондрашов. Здравствуйте, Олег Александрович. Добрый день, Екатерина. Первый вопрос традиционный. Что-то, может быть, уже посмотрели? Что понравилось, что заинтересовало и что планируете посмотреть? Да, я достаточно внимательно, хотя еще не полностью осмотрел экспозицию форума и то, что располагается на открытой площадке и в зданиях павильонов. Я вам хочу сказать, что очень хорошая организация. Меня радует, что много участников, причем международных участников в том числе. Погода нам еще помогает, поэтому сегодня много пришло и нижегородцев. Поэтому форум удался. И это, без всякого сомнения, хорошее событие для нашего города, потому что каждый год у нас собираются специалисты, предприниматели, работающие в этом направлении, гости с различных регионов страны, иностранные гости. Все это помогает нам еще более лучше, еще лучше, более внимательно подойти к вопросу одного из важнейших в современном мире, в развивающемся мегаполисе, экологии, тем более экологии водных ресурсов. Потому что Нижний Новгород, который находится на слиянии двух великих рек Ака и Волга, вот самой природой определено особенное отношение жителей города к своим водным ресурсам. Без всякого сомнения, то, что сегодня в Нижнем Новгороде ведется очень масштабное строительство, развивается производство, оно не может не сказываться на состоянии экологии. И вот найти баланс между развитием и сохранением природных ресурсов и экологической обстановки, то есть чем дышат люди, какую воду они пьют, это очень сложно. Очень важно здесь не упустить и не сделать перегиб в сторону гонки за развитием производственных возможностей, за развитием строительных планов. Поэтому очень интересно посмотреть на достижения, в первую очередь, инновационного характера. Например, мне понравилась разработка по очистке сточных вод в малых реках. То есть у нас в городе, помимо Аки и Волги, есть семь рек, как мы их называем, малых, которые находятся в очень запущенном состоянии. И как очищать такие реки? Эти технологии меня, конечно же, заинтересовали. Ну а также многие другие вопросы, начиная от инноваций и заканчивая простыми прикладными вещами. Как, например, как должны выглядеть канализационные и вот отведенные отводимые колодцы, люки. Очень интересно, надо вернуться к хорошему примеру и делать на колодцах, которые должны быть без всякого сомнения современными, устойчивыми, чтобы не разваливались, не отлетали, не превращались в опасность для автолюбителей. Но они еще должны быть символом города. Всегда на канализационных люках, на водосточных люках. Конечно же, разместим оленя, сделаем специальный заказ. Это будет одна из фишек городских. Ну да, красивенькая. Такая слить с желтым еще сделать. Ну, цвет может не удержаться, но литье удержится точно. Олег Александрович, вот раз уж мы заговорили о реках наших великих, что там с этой стройкой на Нижневолжской набережной? Говорили, что ее подмывает вода. Там вообще, как сейчас, что... На последнем оперативном совещании в мэрии мы рассмотрели информацию, которую предоставили наши специалисты, в том числе фотографии, показывают, в каком состоянии находится эта стройка. С самого начала и депутат, и городская власть была против этой стройки, как непродуманная, как поспешная. Вот столько лет прошло, и мы сейчас видим, что... Ну, не идет эта стройка, не должна она быть. Мало того, что она ошибочна с точки зрения подхода и размещения, так она сегодня становится еще и опасной для Нижневолжской набережной, для нашей. Мало того, что ее разрыли, и пока ее заморозили в таком состоянии, ее начинает подмывать. И есть подмыва уже дороги на Нижневолжской набережной. Поэтому срочно нужно принимать меры, потому что укреплять строительную площадку. Хотя вода, конечно, погибла на убыль, это нанесло серьезный ущерб. Ну и, конечно же, на мой взгляд, надо принимать серьезное политическое и экономическое решение, ответственное решение. Власть городская к этому готова. Потому что стройку прекращать, и делать набережную, как местом для прогулок нижегородцев, ну уж в крайнем случае, позволить строительство подземной парковки, но уровнем, не повышая над существующим уровнем набережной, ни на один метр. Сложно. Там ведь масштабный проект. Там разрыть масштабно разрыли. А вот... А с... Так ничего и не смогли. Поэтому, да, действительно, это дополнительные расходы для бюджета, но не на выкуп, как вот многие критики говорят, вы что там собираетесь им еще денег платить? Нет. Речь идет о том, чтобы разрытые теперь нужно привести в надлежащий порядок. И чтобы у нас эта территория приносила пользу городу. И с эстетической точки зрения, но и если есть возможность разместить парковку, то и с этой вопроса тоже. И с практической. Как у нас обстоит вообще дело с экологией в городе? Вы сами и как житель, в первую очередь, оцениваете. Ну и как городоначально? Да непростая экологическая обстановка в Нижнем Новгороде. И об этом различные мнения экспертов. Непростая. Несмотря на то, что в городе достаточно зелена, тем не менее, крупные промышленные предприятия, а у нас более 500 крупных, серьезных промышленных предприятий, которые, конечно же, выбрасывают и вредные отходы в атмосферу. А еще 10 тысяч у нас хозяйствующих субъектов различной направленности, которые тоже наносят свой ущерб экологической обстановке. Поэтому все это не может не сказываться. И я бы так назвал, у нас предельная норма всевозможных загрязнений. То есть, если мы срочно не будем принимать каких-либо решений, то, конечно же, это пойдет уже с уклоном в ухудшение ситуации. И это недопустимо. А какие решения надо принимать? Ну, надо понимать, что сегодня полномочия по экологическому контролю не находятся в руках администрации города и муниципальной власти в целом. Это сегодня вопросы регионального и федерального уровня. Но городская власть, управление городом не может оставить этот вопрос без собственного внимания. И, конечно же, мы сохранили наше муниципальное казенное предприятие, комитет по контролю за использованием природных ресурсов и экологии города. Оно работает, оно осуществляет постоянно мониторинг ситуации. Мы знаем, что у нас, в каких районах города происходит. Если случается повышенный уровень загрязнения, если есть какие-то выбросы, то, конечно, мы сигнализируем и специализированным структурам направляем, за этим вопросом следим. Второе направление, это, конечно же, вопрос озеленения. Здесь работать и работать много, и поэтому здесь активный депутатский корпус. Мы стараемся найти баланс между интересами застройщиков и озеленением города. Создается единый реестр зеленых насаждений города Нижненовгорода, который должен, как закон, как конституция, не пальцем трогать то, что у нас попало в реестр зеленых насаждений. Ну а что касается постоянных компенсационных насаждений, развития новых парковых зон, эта работа ведется, к сожалению, здесь есть вопросы и финансовых возможностей, и мы ждем активного участия нижегородцев в этом вопросе. Ну и последнее, это поддержание благоустройства города, элементарное наведение порядка, потому что постоянный мусор, организация несанкционированных свалок наносит колоссальный и внешний, и глубинный ущерб экологии нашего города. И здесь мы ведем, ну так получается, не прекращающуюся ни на день, ни на ночь борьбу с нерадивыми предпринимателями. Вернее, они не радивые, только радивые они в свой карман и совершенно не хотят считаться нашим городом, с интересными нашими жителями. Мы ликвидировали только в этот месячник по благоустройству на 20 несанкционированных свалок больше, например, чем в прошлом году. То есть тенденция увеличивается, несмотря на все наши принятые меры. Поэтому от постоянной работы по наведению порядка в городе до, в конце концов, на субботник администрации города, ее сотрудники выходят практически каждый месяц. То у одного, то у другого подразделения администрации организовывается субботник, и мы участвуем в работе по наведению порядка в городе. Ну, журналисты, кстати, заметили, что это как ваша визитная карточка. Вы сразу стали заставлять предпринимателей... Мы можем быть бедными, знаете... Ну, чистенькими. Ну, чистенькими. Вот вы правильно добавили. У нас всегда не хватает денег, потому что город огромный. Система распределения налогов сегодня такая, что пока не в сторону муниципалитета. И мы ждем тех решений, которые нам обещает федеральное правительство перераспределить. Нам дополнительного, ну, не против бы, но лишнего нам не надо. Отдайте нам свое. То, что платят нижегородцы в виде налогов, в виде всевозможных плат за услуги, дорожный фонд, в конце концов. Это средство, на которое мы имеем право. И если мы будем распоряжаться в полной мере, для... или хотя бы в высоком проценте, то существенно ситуация не изменится. Но это серьезная инвестиция. Понятно, что дороги – это вопрос денег. Будут деньги – будут дороги. Понятно, что развязки – это вопрос денег. Понятно, что озеленение – тоже, в принципе, вопрос денег. Но порядок, чистота – мы в состоянии делать самостоятельно. И эту работу нам необходимо вести. Ну, и буквально последний вопрос. Вот накануне пляжного периода, да, пляжи-то у нас готовы, вы их уже посмотрели, они чистые? Сейчас ведется последняя подготовительная работа по наведению порядка на пляжи. На пляжах у нас будет 20 пляжных зон в этом году. На три увеличилось по просьбам жителей. Пляжный сезон начинается у нас 1 июня. Я лично объеду все пляжные зоны. 4 июня, к сожалению, не в плавках и в защитных очках, в костюме, как рабочим визитам. Специально готовы у нас пляжи к летнему сезону. Но в ластах. Мы делаем, ну, очищаем прибрежную полосу, очищаем водную, то есть там, где люди будут купаться. За зиму накопилось очень много грязи. И то, что будет мешать купаться, очищаем от зарослей, делаем, просеиваем песок, устанавливаем малые архитектурные формы. Обязательно на всех муниципальных пляжей будет работать спасательная служба. И все муниципальные пляжи у нас будут бесплатные. Это обязательный набор. Но, надо сказать, вот мы навели порядок на Щелковском хуторе, на зону отдыха около озера. Но в прошедшие выходные, только один день, в воскресенье, полностью свел на нет все усилия. Причем стоят урны, которые не заполнены, а все вокруг мусором. Но это и культура Нижнего Новгорода. Здесь нам еще вместе со средствами массовой информации работать и работать. Я, пользуясь возможностью вашего эфира, обращаюсь к жителям города Нижнего Новгорода. Конечно же, проявлять культуру, проявлять уважение к нашему городу. И, конечно же, остановить и себя, и окружающих. Не мусорить. У нас есть для этого урны. Мы увеличиваем количество урнов на территории города. Вот по результатам месячных по благоустройству и объезда приняты решение еще тысячу урн закупить, для того, чтобы разместить на шаговой доступности. Но у нас часто даже трех шагов мы не можем сделать. Каждому нижегородцу по урне. С собой. С собой. Спасибо большое. Спасибо вам. Что ж, будем формировать совместно с властью экологическое сознание наших граждан. И уважаемые нижегородцы, давайте любить и заботиться о своем городе. Оставайтесь с нами. До свидания.